В этом селе Косихинского района 2021 год облегчения не принес. Перед Новым годом и без того закрытые пандемии в домах жителей остались без воды. Верхбобровка когда-то была большим богатым селом, теперь то, что называют умирающим. Это едва заметная бочка водонапорной башенки, остатки было увеличен. Она снабжала водой половину села, а в последние годы два оставшихся жилых дома. Они-то и остались без воды. Чтобы не ремонтировать этот порыв, к нам просто приехали, провода в башне отключили, отключили провода в башне и все, без всяких ограничений нам не сообщили, ничего не сказали. И просто у нас мы сидели без воды, морозы 40 градусов, мы сидели без воды. Возмущенные люди вышли на власть. Только после этого в селе организовали подвоз воды. Эта вода и стираться, и мыться, и все делать абсолютно. И другой воды у нас нет. И принести мы ее не можем. Вот только то, что возят в бочке. Это половина моих фляг, потому что у меня их 18 штук. Правда, перед использованием воду нужно отстаивать. Осадок довольно большой. А для питья она и вовсе не подходит. Возит эту воду с другого конца села сельский староста. При этом расходы на топливо, например, ему не компенсируют. Вот бочка, цепляем ее за трактор. Вот у нас есть МТЗ-82. Заливаем ее полную воды и везем. Раз в неделю, ну бывает, позвонят чуть-чуть чаще возим. Вам за это платят? Ну, за саму воду не оплачивают. Как бы просто как староста получаю зарплату, поэтому стараюсь оправдывать свои заработки. А солярка? Солярку нет, не оплачивают. Солярку покупаю за свой счет. Итого, без воды всего два дома. Саму воду так или иначе доставляют. Возможно, поэтому районные власти проблему не считают особо острой и предлагают немного подождать. Вопрос дальнейшего водоснабжения ваших двух домов стоит на контроле администрации района. Весной текущего года вам будут предложены варианты решения текущей проблемы. Какие именно варианты, в документе не проясняют. Однако в этом же ответе указано, что вышедший из строя водозабор убыточен, а денег на него нет. Делаем вывод, чинить его будут вряд ли. Другой вариант, по словам самих жителей, бурит новую скважину. Но и это упирается в деньги, причем немалые. Вода здесь на большой глубине. Кто-то скажет, вот придумали проблему в деревне, да воду найти. В конце концов, колодцев здесь что? Нет. В том-то и дело, что когда в 90-е годы тут организовали централизованное водоснабжение, колодцы в основном забросили. Реанимировать их сейчас практически нереально. Даже в речке для каких-то бытовых нужд взять воду не представляется возможным. Сейчас она перемерзла, а летом к ней просто не подобраться. Так жителям остается терпеливо ждать и надеяться, что весной власти найдут решение проблемы. Иначе и правда придется рыть новые колодцы или прорубать путь через заросли к оттаившей речке. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.